Освежающий морской воздух и шум прибоя. Идеальная атмосфера для занятия спортом. Сейчас площадку на спуске в районе улицы 40 лет победы практически не узнать. Когда-то здесь были только старые детские качели. Теперь современная полоса препятствий под открытым небом. Сегодня состоялось торжественное открытие нового спорт-объекта. Спорт – это посол мира. И вы, будущие защитники нашей страны, мы уверены, что вы будете гордиться, вы будете знать свою историю. Самое важное – бережно относиться к своей родине и то, что сегодня делается для вас. Поэтому поздравляю. С инициативой о создании такой площадки выступил Совет молодых депутатов Анапы. Они использовали средства, выигранные в краевом конкурсе, для строительства полосы препятствий. Теперь здесь будут проводиться состязания не только муниципального, но и краевого, а также всероссийского уровня. Мы сегодня ремонтируем много площадок в городе, которые у нас давно требовали ремонта. Строим спортивные площадки, строим спортивные объекты. Это результат взаимодействия нас с вами, всех ветвей власти, законодательного собрания, администрации Краснодарского края, Совета муниципального образования, конечно, администрации города. Вот такой результат. Ну и, конечно же, результатом уже в будущем будет это как можно больше людей, регулярно занимающихся спортом и ведущим здоровый образ жизни. Для нас это самое главное. Анапа растет, Анапа становится краше, лучше и молодое поколение растет здоровым, крепким и патриотичным. Аналогов такого проекта в Анапе нет. Это полоса препятствий, гонка героев. Команды испытывают здесь свою силу, ловкость, координацию, а главное – упорство и смелость. Мы назвали это «подвесной мост». То есть мы пока делали, все тестировали сами. То есть человек должен встать, будет на планку, взяться рукой только за цепь. То есть за боковые он не трогает, он трогает только цепь. Это достаточно сложные полоса препятствий, которые преодолеть. Они достаточно сложно детям, взрослым сложно преодолеть. Мы делали как раз под детей. Ну это как раз для формирования личности. Совершенно верно. Теперь площадка доступна для всех жителей и гостей курорта. Здесь есть как снаряды для начинающих спортсменов, так и воркаут-зона для профессионалов. Это благодаря позиции главы, которая действительно увлекается спортом, поддерживает спорт. Ну и, конечно, благодаря Совету депутатов мы видим, что реализовалась эта концепция. То желание – это полноценная, многоуровневая, многофункциональная полоса препятствий. Аналогов края я еще не видел. Были действительно большие молодцы. Она доступна как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, которые действительно идут по пляжу и хотели бы себя попробовать. Ну и, конечно, для детей. Потому что самое основное, конечно, мы все это делаем для детей. А для детей те сложности, эти трудности искусственные, они нужны для формирования личности. Они позволяют им преодолевать в дальнейшем трудности, которые уже будут во взрослом периоде. И, конечно, это закладывается здесь. Поэтому я вас поздравляю, Анапа. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.